Друзья, привет! Саша Иванов, живу на земле. Вторая часть нашего пятидневного путешествия в лес. Мы приехали на «Шевроле Ниве» с прицепом, уже ночью разложили палатки, на следующий день накачал лодку, съездил, разведал всякие места на водохранилище, это окраина Рыбинского водохранилища. Потом поставил донки, через пару дней удалось поймать наконец-то первых рыб. Сутки у нас была не очень хорошая погода, шел дождь, выспались, отдохнули и сейчас продолжаем наслаждаться природой, рыбалкой и самим бытом пребыванием там, в этом чудесном месте. Друзья, приятного просмотра, ссылка на первую часть будет в описании видео, а сейчас продолжаем. Сейчас, ребята, пойдем мы, пожалуй, на рыбалку, где вчера клевали маленькие щуки. Дождь шел побольше, попробовать поймать. Мне вообще показалось, что там большая глубина в этом месте. Ох, чаю не чтобы пить или, говорит, клюет, клюет на правую донку. Донки, донки, ребята, это вещь. Особенно если к соседям закинуть. Вот слабина была здесь. Сход, похоже. Да, сошла рыбка. При кормочке сейчас еще. Я уже не совсем к соседям бросаю, маленечко левее, потому что могут лодкой переехать леску. Сюда. Юльтик, я сейчас пойду, когда на рыбалку. Донки, если будут звонить, скажи им, что я приду, перезвоню. Ребят, возьмем спиннинг в коробочку. Вчерашнюю накидал я все вертушки, которые у меня есть, довольно крупные. Сейчас сниму вот это безобразие огромное, потому что просто цепляет дно там, когда ловишь, с более круглым лепестком. Ну тоже такую большую четвертого номера на щуку поставлю. Лес такой могучий здесь. Ветер шатает его. Может быть еще будет дождик, но сейчас абсолютно сухо. Вещи просохли. Дорога идет вдоль ответвления водохранилища, такое что-то типа реки. И вот сейчас по дороге поднимусь вверх и потом на самой речке будем ловить. Спиннинг у меня с собой наутилус-гриндер до 21 грамма, двухтысячная катушка. Плетенка на все. Ссылки есть в описании видео. О, стояночка знакомая. Мы как-то приехали сюда. Места тоже практически все были заняты. А здесь поперек лежало дерево. И тогда вот Нивы удалось его оттащить в сторону и освободилась полянка. Но она была не такая вытоптанная, как сейчас. Какие-то тоже знакомые чувства, воспоминания. Рыбацкие места свои, они как-то сами собой появляются. Не так много сейчас рыболовных мест. Те, которые посещали там 10 лет назад, они как-то уже подостыли и туда уже приезжаешь, чувствуешь себя там чужим. А есть места, куда ездишь и хочется возвращаться. И вот сейчас это одно из таких мест. Вот, ребят, вечером вчера уже тут в сумерках подосиновики. Нашел. Кстати, он подрос за ночь. Вот он стоит. Вот это крупненький, вот там маленький один. Под ним еще один маленький. А сейчас с воды увидел еще одного. Вот он, как он растет. Красавцы. Крепкий. Тут еще, как в музее, можно изучать корневую систему сосны. Дерево размыло водой здесь. Вот тут образовалась такая пещера. Ух ты, а там нора какая-то. Я надеюсь, никого нет. Ого, ребята, а может быть кто-то и есть. Вон какие-то следы. Ну, мы сейчас тут это место постараемся обходить тогда. Здесь и помимо рыбалки довольно много всяких впечатлений каких-то новых, интересных. Погода перспективная по щуке. Сейчас часов нет, но где-то обеденное время. Я думаю, что может и в обед произойти заветная поклевка. Мне кажется, это вчерашняя микрощука и опять на одной из самых больших блесен, которые у меня есть. Череночка, ему даже ему даже тройник тяжело было проглотить. Ну, какая блесна. Необычные места. Мне кажется, тут приманка нужна размерами. Вот если вертушка, чтобы с руку вот такая была. Тогда, может быть, удастся крупную рыбу какую-то подбить на атаку. А так вот мелочь бросается на все подряд. На большую вертушку может еще большой окунь клюнуть. А здесь они бывают. И по килограмму, я слышал, бывают и больше даже. По 500-600 грамм сам ловил. А вот чтобы больше килограмма, это прям мечта. сейчас какую-нибудь другую поставим блесенку. Это уж больно на дно стремится, прям по самому дну идет. Ну, какая-то есть желтая. на желтую плесенку. Опять какая-то микрощука. днем. Щучий стандарт, конечно, не очень большой. Пока что. Ой, червячок. Я джабры расправлю. О, давай. Гонуй. Ветер такой сильный поднялся. Надеюсь, сейчас дождливые все эти облака унесет и придет ясная солнечная погода. Оп. Опа, ребятки. вот это уже гораздо лучше. Поклевка и тоже в береговой зоне. Размер начинает увеличиваться. Ну, опять же, это еще не та рыба. Ну, 40 сантиметров не есть, тут можно брать таких, но, ребята, зачем выбирать маленький приз, да, если есть еще время и шанс попробовать поймать рыбу побольше. Ну, это, ну, прости, моя хорошая, но это все равно небольшая еще щука. Рыбалка. Я буду кидать до тех пор, пока не попадется крупная. Если не будет крупной, ну, значит, не будет. На мелочь, ребята, ну, не будем мы размениваться. Пускай растет, пускай будет. В следующие разы приедем, она уже вырастет к этому моменту. Еще одна поклевка. Опять пока мелочевочка. Это вообще прям колбаска какая-то. Сейчас пробую уже блесну, опускать ближе ко дну после заброса. Даже жду, чтобы она вниз пошла, потому что чувствую, что здесь какая-то яма, что ли. Тут такая рыба, ее даже в руках не удержать. Насколько она сильная. Даже мелкая. Блесну поставил покрупнее и, кажется, что-то сошла. Ну, не знаю, мне показалось, как будто чуть-чуть побольше все-таки была рыбка. Однозначно, здесь какой-то клевый залив. Как бы такой полукруг. и чаще всего напротив таких мест яма какая-то присутствует. Я знаю, что в этой яме должна стоять и большая рыба. Мелких-то, конечно, здесь полно. Это еще ряд. В яме пока ничего, в береговой зоне. О, вот это уже окушки пошли. Вот, ребята, местные окунь. смотрите, а то я думаю, на вертушку почему-то совсем ни одного окуня нету. Оказывается, вот они где. Ну, какой хороший окушочек. Черника как раз тут спелая присутствует. Вышел на дорогу, немного развеется, может быть, место поменять. чернички поесть. Да ее тут вообще полно прямо. Дары природы. Ребята, ну и места здесь вообще. Вот зреет полянка с лисичками. Но это еще слишком мелкие, такие маленькие тоже не надо собирать. Покрупнее будут когда. вот они тэн-тэн-тэн-тэн-тэн-тэн. Бум-бум-бум-бум. Красивые. Ребята, еще кого-то поймал. опять мелкая щучка здесь поближе к воде попробуем отцепить чтобы не ронять лишний раз давай тут в общем то понятно мелких щук лови сколько хочешь днем надо двигаться в сторону обеда а сюда может быть вечером вернуться или на донки половим сейчас перерыв на обед черники поел прям захотелось кушать ребят по поводу грибов тут похоже слой пошел подосиновиков или чё это белый белый гриб вообще что-то неимоверное растет на дороге вот дорога и вот белый гриб я не буду пока его срывать что рыба что грибы надо брать только тогда когда знаешь что с ним делать если придумаем что там пожарить то может быть да а так он конечно еще маловатенький пускай пускай подрастает сейчас дуночки проверим юля говорит на правую что-то там дым 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 что-то звонила да леска провисла что-то там зацепилась похоже завела рыба под кусты куда-то а это тоже провисше пусто на донках сейчас перри заброшу пускай стоят так-то поклевки тут явно были потому что утащена была это и другая кормушка в сторону а Ребята, клюет на донку. Слабенькая поклевка. Заброшено далеко. В этот раз забрасывал уже практически напротив. Не к соседям, а сюда. Какая-то рыба есть. Вот, доночки работают. Под лещик небольшой на пенопласт. Ну, как договаривались. Ждем большого, маленьких не берем в этот раз. Что у нас тут происходит такое? Довольная сапочка. Смотри, как это еду ей делают. У нас будет салатик. Югда тут наготовила. Ух, рис. И, ребята, необычное блюдо. Это жареный сыр тофу. В нем много белка. Он хорошо усваивается. Мы его лопаем и очень любим. Муха, кыш. Что-то пазли там. Ага, Юрчик, давай. О, горячая. Еще что-то? Ага, самое главное. Самый главный на троне путешествует. Давай, держись там на троне на своем. Опа! Мы идем, короче. Ну, что, давайте вот так. Ого, будешь тут за столом сидеть. Так. Юлечка, а где же масло-то у нас? О, сейчас я несу чуть-чуть. Тебе много рискалась? Ладно. Сейчас. Опа! Топленое масло, оно не портится. На природе. Даже без холодильника там, без всего. Достаточно? Достаточно, я думаю. Хотя, давай. Кашем, маслом кашу не испорчишь. Все, хорош. Спасибо. Сейчас у нас будет обед. Вообще, такое ощущение, как будто мы приехали буквально вчера. А сейчас уже четвертый день. И потом еще какие-то виды рыбалки. Все-таки погода чуть-чуть устанавливается. И будет покомфортнее. Что на донке, что на спиннинг. Приятного аппетита. Ммм. Хороший. Поправляемся, ребята, за вечерней щукой. Днем гуляли, когда сделал пометку из коряги в том месте, где это последний спуск, где можно спуститься к реке. И заодно ориентирован тот здоровенный пень. Небо затягивает грозовыми тучами. Мне маленечко не по себе. Ветер дует, а потом он просто резко перестает дуть. И настает какая-то такая тишина иногда, от которой аж мурашки по коже. Возможно, будет гроза. Ну а как поймать большую щуку, если не делать попыток ее поймать? Поэтому попытка может быть отчаянная. Ну, надо использовать этот шанс. Похожие места, как до этого, ловил щучек. В воде какие-то есть деревья затопленные. Вот, с этой стороны. На вертушке здорово клюет. Но что-то мне не нравится размер рыбы. Не кормовой. То, что отпускать постоянно приходится. А хотелось бы все-таки кого-то поймать. И чтобы забрать, пожарить. Было бы здорово. Ну какая. Это копия колебалки Атом-2 советской. Только еще подкрашенная. С красным и с черной спинкой. Вот она граница миров. Кто перелезет через это дерево, сразу попадает в рыболовный рай. Опа, вот и мы там. Самый настоящий коряжник, ребята. Пожалуй, отсюда и начнем. Конечно, есть вероятность зацепить за корягу. Можно где-то рядом проводить, чуть повыше. Ребята, около самого берега. Чуть-чуть стандарт. Так что клюют они не только на вертушку. Какие места. Ловлю пока на блесну. Тут, чтобы ловить на воблер в затопленных деревьях. Если только быть владельцем какого-нибудь воблерного магазина или воблерного завода. Чтобы прям коробками их на рыбалку носить. На вертушке опять перешел. Радует, что, похоже, гроза прошла стороной. По крайней мере, прекратился ветер. Не слышно больше грома. Вот, ребята, и сразу гром гремит. Причем протяжный такой с эхом. Стоило только сказать, что гроза, похоже, обошла стороной. Она вон с той стороны заходит. И отсюда видно. И вот тихо стало. Ветер заканчивается. Ну ладно, будь оно как будет. Ребят, прям под ногами. Прям вот стоит вообще около берега. Ну это щучьи малючки. Даже не то, что там сначала была одна поклевка. Потом я остановил блесну, она сошла. И вторая добралась здесь. Щучий детский сад какой-то, в общем. Хотя вот коряжка лежит под ней. Может любого размера стоять рыба. Видно, что дерево было длинное. И оно уходит туда под воду. Опа, вот это да. Вот, ребята. Кто это? Окунь такой, что ли? Да, вот это окушочек уже. То, что надо. Вот она рыбка, друзья. До этого всех я отпускал. А такого окуня уже есть смысл оставить. Вот он, в две ладони на вот такую блесну. Все-таки дождался нормальной рыбки. Кудочки приложить могу. Вот здесь может быть понятно будет, что это прям нормальный окунек. Тут есть береза поваленная. Сейчас мы у нее аккуратно веточку возьмем какую-нибудь. Вот эту, например. Березочка, прости, пожалуйста. Кукан сейчас сделаем. Как в детстве. В детстве пакетов целлофановых еще особо не было. И рыбу обычно на кукан насаживали. А потом как-то везли домой. Ну вот так получается. Добыча. Пока здесь полежит. Это все затопленное дерево. Ребята, еще один был заброс. И опять кто-то могучий на крючке. Прям гнет спиннинг. О, это еще один окунь. О, пошла тема. О, смотрите, размерчик-то подобающий. Круто. Опа, есть. Кажется, еще больше. О, да. Ребята, окунь пошел. Хороший мерный окушочек. Чуть-чуть поменьше, чем предыдущий. Но уже окуневая тема прям. Вот какой. Опа, есть. Еще один. Ребята, каждый заброс. Каждый заброс рыба. Так, ну это какой-то уже пошел. Это маленький. Таких-то мы около дома половим. Где крупные? Надо поближе к дереву, наверное, бросить. Тут тоже размениваться не будем. Хороших надо брать. Мощных. Мелочевочка пошла, ребят. Прямо поверху, которые, похоже, самые крупные сначала атаковали неизвестный предмет, а теперь большие поняли, что это не самый лучший вариант. И вон какие вообще. Мелузга абсолютная. Пора менять место. Сюда можно еще вернуться, к этому дереву. Вот он, куканчик с рыбой. Вот какие. Не хочется никак уходить от этого дерева. Я понимаю, что там все-таки есть окуневая стая. Другую вертушку поставил, тоже огромную. Может быть, он отреагирует на смену приманки. Тут явно какое-то необычное место. Все-таки зацепился около берега, прям жестко. Ну и сейчас будем испытывать плетенку на прочность. О, отлично, справилась. Ребята, ставим тогда козырь в рукаве. Это приманки называется Tail Spinner. Можно джиговой проводкой проводить. 7 или 10 грамм. Вот какие-то такие стараюсь покупать. Сейчас сделал равномерную проводку на Tail Spinner. Реакции никакой. Чуть-чуть зайду вверх по течению, чтобы сделать джиговую ступеньку и попробовать не впороться все-таки в эти, в коряги, в само дерево. Так, отошел немного. Сейчас коснется дна, и ступенька будет на снос туда, как раз к дереву подходить. Какое-то очень глубокое место. Оп, упал на дно. Бум. Оп, сразу поклевка. Опа. Все-таки вот джиговая подача Tail Spinner, ну нравится ему. На равномерку он не так реагирует. Хотя окунь, конечно, мелкий, но у меня попадались и большие на Tail Spinner. На этот. Причем даже бывает крупнее, чем на другие приманки. Джиговые приманки, на этой рыбалке, думаю, не буду, не буду, потому что на джиг тоже начинаешь ловить, и потом втягивает. Хочется просто на него всегда ловить, ловить, ловить. А под него условия надо определенные. Но тут все равно вот Tail Spinner взял, можно как на джиг. Касание дна, просто дуг в руку. И тут же поклевки. И удочка, причем, при всей своей жесткости на проводке, она не рвет окуня, прекрасно щуку выводит. Вообще такая достаточно идеальная работа. Бланка, ух ты, вот это, пожалуй, на кукан. А, нет, тоже какой-то, не очень большой. Ребят, хочу сделать филе из окуней, поэтому буду брать только самых крупничков. Вы уж там, как кто-то меня поймет, кто-то не поймет. Каждый сам для себя решит, какую рыбу он берет. Но у меня есть принципы некоторые, и я их не нарушаю. И река, вот, как видите, благодарит тоже меня. Все-таки ходил, ходил, тут ходил, 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 что-то бродил. А сейчас самая настоящая рыбалка происходит. Тут поклевки постоянно. Еще и джиговая вот эта бам-бам-бам в руку сейчас. Вот он, бум. Опа, есть. Просто бонусный праздник рыболовный. Так, сейчас еще парочку крупненьких, и будет кулинарный праздник вечером. О, это один из них. О, вот это уже нормальный. То есть маленького отпустил, побольше поймал. Все работает, как обычно, безотказно. Назад пойду, хоть среди отдыхающих будет не стыдно пройти. Тут нормальных, мерных, отборных окуней насажал. А то скажут, что там взрослые дяди уже с бородой милузги всякие на кукан навешал. Не возьмем, только крупненьких возьмем. Ну, а теперь все эти два оборота, пауза, удары в руку, бум, в удилище их ослышно. Дун, дун. Теперь отсюда за уши не оттащишь. Если бы в первый день нашел это место, то так бы и ходил сюда по три раза в день. Причем вот жестким удилищем можно подбросы такие делать, на которые он тоже каким-то образом реагирует. Что тут нравится ему паническое поведение приманки небольшой. Ну, что-то опять какой-то не очень крупный, похоже. Видно, может, они раскусили. Раскусили, что эта приманка не это, не совсем то, что надо. Вон он, ну, беги. Раскуй! Раскуй! Ребята кого-то реально крупного тащил сейчас и под горягу завел или выплюнул приманку не пойму она за что-то зацепила здесь недалеко там возможно рыба до сих пор еще на крючке сейчас попробуем сапога сюда как-то подойти поближе тут он эти деревья то они лежат прям под водой вон они коряги скорее всего рыбина обмоталась обмоталась вокруг вокруг палки какой-то у ее на ух ты вот этот вот эта плетенка вот это не зря я поставил потолще рыба-то сошла похоже ну какую палку поднял вот они на дне лежат и рыбки любят под ними прятаться поклевки происходят практически в момент касания дна все по джиговой классике да ребят надо сделать паузу уже супер маленький окушок пошел темно сладкий вот эти нормальные да ребят места какие-то просто сказочные сейчас перехожу с места на место мы уже в сторону лагеря белый грибочек растет маленький тоже вот все ближе ближе к природе к этой становишься я уже даже не знаю когда будем уезжать как это можно вообще зачем зачем отсюда взять тут надо жить такая красота такое все здесь прям могучая мощная и грибы растут и рыба клюет и ветрище дует такой что думаешь такого я и не видел никогда ветра тут было как-то в палатке тяжело было спать потому что ну такой шум от деревьев был и деревья они выдерживают как-то этот ветер здесь они мощные тоже сильные сейчас солнышко светит так тоже движусь двигаюсь в сторону лагеря жарить рыбу ребята невозможно иду делаю забросы иногда опять на tail spinner на вот эту проводку бум-бум-бум два оборота с подбросами пауза вот тут неправильно рыба это щуренок попался может отцепиться сам вот если бы окунь таких размеров вот это да а это что это забыл я еще экстрактор дома но и пинцетик такой палочка аккуратно отцепляю как-то так чтобы рыбу особо не повредить потому что щучки эти лучше по ней не клевали вообще на самом деле лучше бы только окуни жалко маленьких жабры раскрою ну что ты раскроешь сама да давай солнце ребята и погода налаживается мощь ой-ка здорово это окуни да не пугайся то они скоро будут съедены какие сейчас надо нож филейный найти где-то здесь в кухонных принадлежностях хорошо что никто еще не знал что у нас собой это консервы рыбные скумбрия шпроты а то сказали бы это из того что ты взял консервы не клюет не ребята это связи тут нет кто делает больше попыток чтобы поймать того клюет а кто скидывает какие-то свои промахи на приметы того не клюет мы сейчас будем вот филе в тарелочку почищу надо ножичек только филейный найти разделала коньков на шкурке оставил фили чистый не стал снимать рыбы не так много на шкурке вот сейчас пожарить это будет ума юля сейчас нам пожарит юльчик послушать от пара свет включать вот рыбки да на большой сковороде же помнишь как мы раньше жарили так вкусно запаху из палатки невозможно прямо вот тоже я там все пыжился хотел думал еще поймать окуней может одного-двух там доловить а сейчас вижу что просто не влезла бы на сковородку вот рыба пришло ровно столько сколько нужно прямо сколько помещается на сковороду вот столько рыбы укуснятина поспевает потащили стол на улицу посыпь маленьком не сюда горчица но посуду моем не моющим средством а горчицей и содой и дома также поступаем чтобы экологию сохранять их рыбки как живые близки ко мне сейчас корчичный порошок растворяет жир сейчас мы помоем тут все это маленько вот так экологически чистый продукт так то это горчичный порошок съедобный вот эту горчицу делают там состав если посмотреть там будет горчичный порошок и еще там некоторые ингредиенты какие-то ты мой хороший ты мой сладкий тут сидит ты моя милая какие же там рыбки привлекательные после сейчас лето вода цветет она мутноватая такая как бы маленько ополаскиваем еще чистую воду с собой возим на рыбалку помидорки просто будем есть даже ничем их от посолила о соленой помидорки тема ох ох как же это вкусно пахнет а невозможно а у нас нечего давай деревяшку подложим хотя бы стол то хороший ух ты сонечка что тузико вместе с креслом слушай ну это кресло то ее то поменьше это это она в царском сидит сейчас там поменяем ее давай пока вот так что сонечки свое отдельное кресло маленькая детский трон вот она поэтому ее сюда сонька давали на это на место садись короче на свое мать иди тут хозяину кусочек большой и хозяйки обязательно хозяйки даже два больших положим так разложим случился все-таки ритуальный ужин с пойманной рыбой вкуснятина косточки сейчас легко отделяться сегодня тот был день когда у нас был вариант либо сегодня поехать домой либо остаться еще на денечек и и вот остались я говорю тут можно оставаться прямо когда король хорошая погода прям хоть тут и живи все друзья приятного аппетита бесподобно просто бесподобно юлечка спасибо большое что ты тут вообще что ты тут и помогаешь и готовить ты молодец . ты тоже молодец сидишь ведешь себя хорошо давай кушаем и сладкий . 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 Как будто бы только вчера приехали, бежит время так же, как и облака по небу, как будто художник, неведомый кистью, рисует жизнь, рисует небо, рисует все обстоятельства, которые происходят, дает какие-то возможности для того, чтобы испытать себя, когда-то отдохнуть, когда-то наоборот, поднапрячься, принять какие-то решения, совершить какие-то ошибки, осознать их, постараться исправить в следующий раз. Друзья, доброе утро, день пятый, пятый день. Мы проснулись от того, что светит солнце, и когда происходит такая ситуация, в день отъезда с утра солнце, то не завтракаем, не пьем чай, просто бегом все выкидываем на улицу, сушить, просушивать, потому что погода может в любой момент измениться, закат тем более не был красным. Просушить палатки, это, конечно, огромное благо, и палатки, и спальники, настроение супер, потому что погода супер. Была вероятность того, что собираться будем прямо в дождь, и до сих пор остается вероятность того, что дождь может еще пойти. Поэтому бегом все складываем, все раскладываем, а потом уже будем тут есть, готовить. Можно и под зонтом будет покушать. Фонарик ночью заряжал. Ну, в общем, аккумулятор вот этот, 20 ампер в час, разрядился на 22% за все время. Вот 4 ночи мы здесь были. Я от него пару раз камеру заряжал, еще у меня есть пауэрбанк отдельный для камеры. Ну, в общем, на камеру можно 2% списать, и 20% всего вот на этот, на фонарь ушло. Который можно даже на улице оставлять, потому что воды он не боится, я его поливал уже водой. Доброе утро, да не трясись ты, мы просто собираем вещи, не переживай. По поводу еды. Сейчас мы перед отъездом решили ничего не готовить. Мы поедим мюсли, залитые не молоком. Также во время рыбалки мы съели почти килограмм ореховой смеси. Купили отдельно изюм и три вида разных орешков. В принципе, то же самое, что если бы мы каких-то колбасных изделий набрали по деньгам, тоже вот. Еще то, что ели было все на видео дополнительно, мы съели, у нас было два круглых лаваша, и иногда ели их с маслом и сыром. Масло топленое, оно не портится. Здесь, конечно, ребята, жизни вас учить я не буду. Просто посмотрите, в каком состоянии вот я возвращаюсь с рыбалки, проведя здесь 4 ночи и 5 дней. Я чувствую себя на, вообще вот, на несколько ступенек выше, лучше, сильнее, чем в тот момент, когда я сюда приехал. Я реально отдохнул. Я пробовал всякие разные виды отдыха и рыбалок. Также прошел все с самого начала, и не бывает на берегу каких-либо рыбалок, которые я бы не попробовал. Но пришли мы, ребята, вот именно к такому, к тому, чтобы с рыбалки возвращаться отдохнувшим. Бабочка, мы поедем домой. Улетай отсюда давай. Ты мой хороший. Загрузили все сюда, этим накроем. Сюда тоже накидали. Не могу сказать, что загрузили, сюда почему-то накидали. Но когда много места, то кажется, что ты можешь кидать как угодно. Но так оно вообще-то и есть. Друзья, всем доброго здоровья, отличного настроения. С вами Саша Иванов. Живу на земле. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok